друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам для тех кто увлекается разведением канареек я думаю это будет очень полезно потому что я сегодня буду делиться с вами своим очередным опытом у моей старательной хорошей самочки канарейки третий выводок птенцов третий выводок птенцов и сегодня эти птенцы живут здесь предпоследний день то есть завтра будет день покидания родительского дома птенцы будут переходить на самостоятельное питание будут полностью жить отдельно сами питаться сейчас мы с вами убедимся что птенцы кушают хорошо вы тоже кстати имеете ввиду когда будете пересаживать своих птенчиков обязательно убедитесь что птенцы умеют самостоятельно питаться как это сделать сегодня сегодняшнем видео все наглядно продемонстрируем и заодно покольцуем я здесь заранее приготовил вот так вот вот заранее приготовил три синих кольца и так друзья нам надо убедиться что наши канарейки наша молодежь хорошо кушает как мы это сделаем мы берем отдельно здесь у меня пророщенная семечка подсолнуха пророщенная пшеница пророщенный рапс и кусочек вареного яйца для чего я даю пророщенное зерно благодаря тому что птица молодежь в частности кушает пророщенное зерно а мы все знаем что пророщенное зерно обладает повышенным содержанием витаминов аминокислоты всяких полезных минералов очень полезных канарейкам вот и в то же время размоченное мать размоченное пророщенное зерно она мягкая и молодым птенчиком своим нежным своим детским клювом это все дело очень удобно они вот так шалушат даже вот можете видеть пальчиками раз и зернышко вылезло то есть и канарейкам очень удобно и так мы ставим такое угощение нашим питомцам отходим на безопасное расстояние чтобы не смущать птицу ну или рядом находимся смотря какие у вас отношения если птица ручная можно рядом смотреть и наблюдаем как птица реагирует на питание по-хорошему сейчас должны молодняк сейчас должен опуститься к миске приступить к употреблению еды тем самым мы убедимся что наша птица умеет самостоятельно питаться и завтра будем отсаживать ну в принципе вот так вот а кстати отсаживать птенчиков отсаживать птенчиков можно начиная самый минимум 22 дня 22 дня 23 дня 25 дней это уже сто процентов можно отсаживать ну и тридцатый день это уже обязательно нужно отсаживать вот вот обратите внимание все процесс пошел видите один начал второй за компанию ну и сейчас третий потягушки сделает и опускается туда третий смущается давайте дождемся когда все три опустятся и будут употреблять наши вкусности да кстати ребята зелень зелень тоже обязательно даем я даю каждый день но я сейчас хочу накормить их таким белковым продуктом и затем дам им зелень на десерт видите как птица охота употребляет еду молодые кино раз удовольствием кушают вареное яйцо у нас сейчас есть возможность наблюдать как маленькие канарюшки после еды вон видите забрались на жердочку что-то там пережевывают и обязательно чистят клювики видели сейчас да он почистил клювик и у меня опять один птенчик в пальмете чубатенький это у меня сейчас получается очень такой необычный помет здесь все три все три птенца абсолютно разные вот этот птенчик который подтягивается подтягивается и тем самым развивает свои крылья он самый маленький в размере вот тот в кепочке который чубатенький он средний а вот тот который вы сейчас видите слева бегает он по размеру самый крупный и очень отличается по размеру хотя разница у них ну максимум сутки полторы но тот почему-то самый крупный попова еще пока не знаю самец или самочка неизвестно вот сейчас птица адаптировалась и обратите внимание как птица кушает именно пророщено мягкое размоченное зерно а вот этот желтый который помладше буквально на сутки может полторы он предпочитает желток желток кстати очень полезный из первых дней даже если есть такая возможность можете давать один желток белок можете давать постарше когда птица станет это вот такие нюансы ну так же вот смотрите он перепрыгнул на кормушку где в данный момент находится просто сухая зерна смесь поклевал там пару зерен и полетел мамка пока еще с ними сидит в гнезде видите там он чистит обязательно в общем друзья вот такие вот у меня новости на сегодняшний день вот такая вот троица будет сегодня прокольцовано и отсажена то есть то что птица самостоятельно питается мы с вами убедились сейчас я вам продемонстрирую как птица кушает зелень закольцуем птицу и завтра буду отсаживать новую клетку итак друзья наша задача была убедиться в том что наши птенцы сами кормятся и питаются мы в этом убедились теперь я хочу показать вам как птенцы также едят и зелень сегодняшняя зелень это у меня вот обратите внимание листья молодые листья одуванчика очень хорошо любят и молодые листья ну я такой небольшой пучочек приготовил помыл его уже и воду оббил я по сухой тряпочкой и молодые листья рапса где взять молодые листья рапса каждый заводчик может взять небольшую ложку насыпать 3 ложка это сейчас я вам покажу что это такое ну такую вот посудинку можно даже немножко меньше бортиком но можно больше вернее в общем вот такой бортик насыпаете 2-3 сантиметра земли сыпите туда в эту землю зерносмесь который кормить из своих камерей ну в частности у трапс и он вырастает до такого роста этого размера также можете сеять в эту ложку у меня есть заготовленные семена одуванчика я ранее видео показывал вот видите можно семенами если вы посадите семенами то вы получите небольшие побеги ну в принципе канарейкам пойдет там тоненькие большие но если вы хотите зимой получать хороший урожай одуванчика и угощать своих любимых питомцев любимых если вы их любите то я могу посоветовать сейчас в сезон когда одуванчик есть или когда одуванчик был выкопать корни несколько там 10-15 корней выкопайте положите в холодильник в отдел для яиц допустим или для морковки вниз туда где овощи храните ну а какое-то время полежит они и корни полежат и вы их посадите в бутылку или какой-то ящик и будет вам зелень вашим канарейкам так вот берем такой значит пучок сейчас этот пучок прикалываю на прищепку и мы с вами посмотрим как птица кушает зелень это очень полезно а если вы еще предложите семена молочной лосковой спелости того же одуванчика или подорожника то птица ваш откажется от деревянного зерна и будет кушать только зелень и так смотрим вот друзья мне пришлось немножко перевесить зелень туда подальше на ту жердочку потому что птички еще немножко боятся меня и вот убежали они туда к мамке в принципе не яйца наелись ну и вот хочу вам показать как птичек начинает пробовать зелень заметьте это у меня средний старший вон сейчас к мамке прыгнул средний в кепочки в этой чубчике и желтый самый младший средний начинает пробовать ну и сейчас своим примером покажет остальные подтянутся будут клевать зелень то есть я убедился вот так наглядно что мои птенцы едят и зерно и яйцо и пророщенное замочено зерно ну и конечно же едят они зелень и теперь основываясь на этом я могу смело пересаживать птенцов отдельно уже для самостоятельного проживания в клеточке ну и также хочу сказать что не надо забывать о кольцевании сейчас я прокольцую этих птенцов и в принципе вот тут можно поступить двояко можно оставить их здесь до завтра на один день и можно пересадить их отдельную клетку но я склоняюсь к тому что после кольцевания желательно перевод допустим если я кольцую в таком возрасте желательно пересаживать после кольцевания один в отдельное помещение чтобы там было новое помещение что птица была немножко ну как бы немножко она будет но помещение чувствовать себя там неловко будет немножко ограничено в движении и забудет за кольцо вот чем дело а если посвечет их обратно она может первые два-три дня клевать кольцо но если вы раньше прокольцуете то тоже это удобно птица принципе не будет обращать внимание кольцо и быстро к нему привыкнет вот в принципе все что я хотел вам показать сейчас я покажу вам как я кольцую ну а если хотите более подробно посмотреть как кольцевать то есть специальное видео постараюсь оставить вам в ней ниже подать в описании к видео сделаю ссылочку на как кольцевать ну и как кормить можно сделать там с первого дня как кормить там с 5 дня с 14 я все это можете увидеть в описании к видео все друзья смотрим как кольцо вот ребят одной рукой мы берем аккуратно пенчика берете заранее заготовленное кольцо вот такое кольцо и так вот так вот этими руками конечно это нужна осноровка но я постараюсь так берем правую лапку расщепляете кольцо ногтями вот так вот ребятки кольцо на месте друзья птица окольцовано пускаем ее обратно берем следующую и проводим то же самое кольцевание подписывайся на канал ставим палец вверх всем хорошего настроения пока пока продолжение следует